сегодня у нас 10 февраля линда помогла мне почистить видите что творится с погодой такую погоду категорически запрещается не то что гонять голубя выпускать это вам скажет профессиональные уважаемые голубедержатели но поскольку мы голубятники даже не голубеводы хотя это одно и то же самое ну простонародье голубятник по литературам и голубевод то нам по барабану какая погода ждать у моря погода дорогими это значит не гонять голубей потому что каждый божий день будет плохая погода все-таки зима видите он сейчас метель начнется как тот говорил горит не знаю как он вас обманывает такое быть не может 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 дорогие мы все может быть значит пару комментарий почитай а ну первую очередь максимум хочу поблагодарить за помощь канала решили с ним по телефону сегодня разговаривали ведь езжу по командировкам наслаждаюсь твоими роликами пока нет возможности за как бы завести голубей в том месте со мной тоже голуби мои голубей держать таких много кстати руслан пишет доброй ночи извините пожалуйста не знаю но не знаю что делать голубка снесло яйцо на полу не хочет сидеть значит дорогой мой руслан буквально недавно я показывал не рассказывал что там такой походы я что ли там на походу тетер там эти голуби зашарахать тетер там а голуби зашарахнули дорогие мои да значит не просто рассказывал я показал и объяснил как все вот это делается то есть вас так надо свое это надо только посмотреть значит ну тут привет гагик ты прав лучше средний лед с боем и пару часов чем 10 часов которые мало боев но и первое место для меня правильно человек на держит бой на голубе понимаете бой должен ох ты касается касались но сегодня с утра по делам побежал пока почистить лошадку эти голубя отлично не успел почистить лошадку почистил потому что голове должны выходить значит снег голубей обязательно надо гонять дорогие мои мои обязательно надо гонять понимаете почему потому что тактица становится проверенные умнее потому что результат всего года голубятники проверяли первый снег то есть течение года сколько они бы голубей не получали тенцов бы не получали не имело значения все настоящие голубятники ждали именно первый снег как только первый снег пошел то есть что происходит во время первого снега то есть поздно это да поскольку голубей фотографический память они все что видит то фотографирует то есть у них память и остается я не так не теряется они находят дом а тут снегом белом все засыпает то есть скажем тогда вот вот при включенном свете ну видите где там чё стоит до стол там стул там там очень легко найти не спотыкаться а вот когда света нету уже должны мозги напрягать а там же по моему стол был там шкаф был понимаете точно так же голуби должны мозги напрягать для того чтобы не пропадать найти дом именно первый снег именно первый снег все настоящие голубятники на основная масса гоняло голубей ну как основная масса скажем так сколько сейчас не гоняют в процентном соотношении на и сколько гоняют вот тогда даже не сейчас а лет 7 тому назад пока я в интернет не зашел не разворотил это осиное гнездо то есть было все наоборот единицы людей не гоняли во все остальные гоняли а вот тут потом получилось так что в единицы гоняют но это со вчерашнего дня мрамор на единицы гоняют а все остальные не гоняют ой-то ой-то что малышок пропадешь или долетишь долетишь или пропадешь не пропадет и вот голуби которые пропали за хай нашли там чужие голубятни ну раньше такой была договоренность во-первых у среди голубятника да там каждый голубятник имел личный договоренность с другими голубятниками отдает или не отдает то есть если я поймал человека голубь неважно какого голубя бы не поймал если я даю то я отдаю если не отдает то не отдаю то есть вот были такие условия среди голубятников но старые голубятники помните вот это да ну естественно там люди возвращались семи которым это да и ни один настоящий голубятник не забирал этот хлам и неважно сколько они летали сколько они били на это птица была тупая абсолютно тупая потому что она даже собственный дом не могла найти и поэтому тогда и хищников как бы не замечали мы почему-то люди голубей гоняли а хищников не было хищники были но единственно сапсанов мало было найти терятник это всегда было валов всегда поэтому дорогие такую погоду голубей гоняйте не то что нужно а необходимо опасая посканируется правда как поняли видите самостоятельно то они не хотят летать самостоятельно это не хотят летать они то что они дали это еще одна беда пошли устали-стали идите пропадите пропадите вы проводом встаньте наконец вы хорошенький хватит быть плохим надо быть хорошим это тайсона дочь красота красота опять на яйцах сидит она сейчас не хочешь идти но это безотказно голубочка что она на яйцах сидит не хочет знаете пошли найти пошли сейчас посмотрим ой малышок малышок черненький хвост молочный что ж там творишь-то чудо что ж ты там творишь что ты понимаешь в этом плане видите вот смотрите видите это от рыцарь сына вчера тоже резко сверху себя скинул походу это второе агварщик гоняльджана эрик джан смотри вот это чудо чудо теньки сегодня дура ты пойдешь или сегодня буквально недавно там позвонил человек тоже вот там проблема погону голубей вот говорит что делать чтобы вот этот пропеллер винт не было потом начали разговаривать ну человек гоняет две породы голубей вместе одни с таки медленно махов ты молодец один с медленным махом а другие с быстрым махом естественно это вот как я часто говорю идите идите вышли так пошли это вот как частейка я говорю вот представьте в одной площадке и волейбол играете баскетбол но либо и баскетбол и футбол ну что получится получится каша дорогие мои вы не баскетбола не увидите и этого не увидите волейбола не увидите и поэтому когда люди вот там держит много пород голубей дорогие мои но это же коллекционеры знаете ну коллекционер это просто человек собирает коллекцию ту породу эту породу держать надо одну породу по моему дикар начинается держать нужно одну породу дорогие мои ну как поняли вверх то не идут вот вчера смотрите я когда сорвал даже не сорвал сами соскочили часть улез моментально а эти то не идут до тумана и все вот это значит мозги дорогие мои и вот как объяснять людям который ведь это дата голубь должен летать покрытие голубь должен это делать это голубь ничего не должен делать голубь должен сделать так чтобы выжить остаться живым они раз это да там ваши приходы на словах показать естественно когда в деле этому человеку придешь конечно это покажи то что там голубь должен делать хоть одного такого покажи как ты рассказываешь пустой но он тысячи причин найдет скажет не это чё там либо вчера не летали либо это то это то там вы вышло иди по другое там но показывает ну а рассказывает проблем никаких какую фирмы еще не придумают и из-за правды не выдадут все это они умеют наверх не уходит ну так относительно приподнялись и крыши вышибают видите метров на триста высотой криши интересно у нас вишневки есть небоскреба по моему нету по моему нету выскочили пытаются отрываться но не думаю что они оторвутся даже если чуть поднимутся выше я их не увижу они все равно очень высоко не пойдут почему не пойдут потому что но реально вот эта птица проверена дорогие мои десятилетиями не те которые там по две тысячи по пять тысяч по двадцать тысяч голубей каждый из них проверенный он даже вечерный проверку не проводил даже с прочностью раз так проверено точное количество твои голубей назови он не назовет сотни или несколько десяток ошибется по количеству но птица вся проверена ну да вот эти оторвались уходит туман он один уходит уходит третий уходит идут яшку дразнить эти так на своей волне эти на своей волне вот эта птица дорогие мои это круговая птица они идут на большой круг вот если с этой птицы будет летать бакинские голуби настоящий бакинские которые должны быть потому что сейчас настоящий бакинцев хрен найдешь в единице людей это не в баку где-то там может молдавии белоруссии в россии там где-нибудь да там ну люди когда уехали оттуда собой увозили свою птицу вот у них найдете настоящих бакинцев у них найдете то есть настоящих бакинцев я имею ввиду что полет сохранили качество вот эта птица если те голубей гонять с этими то у меня тоже получится пропеллер потому что эта птица быстрая бакинца не медленные и вот будет до конка один будет крутить второй будет идти мать и полночном итоге получится тоже самый пропеллер то что у нас в основном у людей и видишь приходишь вот он рассказывать 10 часов поднимает там под между домами там по крышам по этим дам и поэтому ведь крыши вышибают то есть люди то что у них у самих видит понимаете им кажется что у всех вот такая ерунда понимаете если у него птицы крыши вышивают то значит у остальных точно также крыши вот она это скорее всего красная шея вот это да да это молодой кого подпел ручейки от стариковского внука это он сейчас видите то есть стоял тяну то сейчас крылья раскрывает кто такой нет зеленый мазанный буреньким хвостом какой-то поставим пусканируется это вот голубочка она стала тянет 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 вот пару так их держать больше ничего не надо видите пару тройку вот так стали пошли больше ничего не надо дорогие мои больше 10 15 минут 20 минут вот так потанцевать вам больше ничего не надо вот почему то все говорят ролики ролики нужны снимать короткими 5 10 минут 4 минуты вот никто не любит ролики которые по часу по 2 тот опять в лес ушел не любит они вот этого а вот 10 часов лет они хотят понимаете то есть ролики полчаса не могут посмотреть а вот 10 часов стоять смотреть они вот это да там ну как вы думаете они правду говорят да нет конечно нет конечно реально люди которые гоняют час-два там внутри ну постоишь посмотришь хорошую погоду это когда птица что-то что-то такое да интересные вот как этот показывает но если они винтами уходят вы тогда крутится там по между домами ну что ж ты будешь смотреть во первых такая птица долго не летит пять-десять-пятнадцать минут и падает но тот опять оторвался видите ушел во первых вот такая беда вот если вот так красиво показывает бой вот тогда будете стоять смотри на есть и чисто так как дикари мотается ничего не показывает на что же вы будете смогу какой уход дает султон и гонели 2 очагчика это же девочка это голубочка ну как она крутит молодцы на это тайсона дочь вемка по-моему вемки я отдал 1 гнездо 1 ни хрена вот вот к чему надо стрелиться дорогие мои ну там вот верхний по моему дикарь пошел и начал там шелчки а со что отсюда слышно вот поэтому надо стрелиться дорогие мои вот бойный голубь должен быть угой на голубей бой должен быть и сколько летит а сколько бьет понимать а сколько бьет и как бьет понимаете вот если голубь бьет правильно четко и красиво вот после этого только говорите сколько летит и как только у вас появится голуби серьезным боем серьезным боем вы поймете чем жестче чем красивее чем лучше бьет бойный голубь тему меньше будет питать по времени теперь что получается голуби которые летают дольше они лучше чем которые летают это да меньше нет нет дорогие мои мы держим бойных голубей по времени должны разговаривать те которые лезть держит простолетов простых летных голубей тиблеров пимиков теди там всякие вот это да то же самое спортивная птица дорогие мои спортивные голуби спортивные голуби насчет резко скинули похода что-то будет сейчас спортивные голуби не должны 10 часов летать 12 часов летать они должны километры нора это да наяривать они должны километра с 500 километров с тысячи километров с полторы тысячи километров домой должны прилетать они сколько летать не да ну то что под ноги падать видите вот какая красота удивитель резко скинули но они опять сейчас пойдут поставим по сканируется где она она красношей улез опять туман улез и вот смотрите дорогие мои какая разница сколько это голубка летит 5 часов 6 часов 10 часов 12 часов какая разница по времени главного красношей появился главное как она летит понимаете как она ведь это бой сократила походу опаска раз опять раскроется и течет а не скинули бы сдят наверное бы сдят на этот хамут шейки да сыночек два пера белый печать шейка черный хвост два пера белые потом мне нравится вот она стала вот видите внизу там начал бить она ты чок парень охренел я круче тебя хотя они друг друга строить что это что-то вот что должен делать голод понимаете дорогие мои вот две штуки три штуки вот таких держите с боем пусть даже час они у вас летают пусть полчаса летают но чтобы они танцевали понимаете танцевали а то 10 голубей поднимает на соревнованиях 10 боя нету понимаете 10 раз голуби 10 голубей каждый хотя бы один раз был белка очень это было бы 10 раз да но 10 раз боя нету даже даже кувырков нету понимаете ну и какая разница сколько они летают это вот представьте себя да там в решали по математике начата по математике решили там задачи 25 задач но ни один неправильно ну что учитель должен вам ставить жирную двойку и больше ничего давайте и больше ничего думает достаточно дорогие мои эти погоды замечательные миру мир голубям небо гоняйте здравия здравомыслящимся